Мать забитого насмерть заключенного требует привлечь к ответственности начальника Жасказганской колонии. Того же хотят и адвокаты подсудимых сотрудников этой же колонии. Напомним, в Карганде проходит выездное заседание Астанинского военного суда, который ищет виновных в убийстве осужденного Арзу Имраншоева. Суд вскрыл жуткие подробности. Сюжет Людмилы Батюшкиной. Это убийство совершено еще в октябре прошлого года. Осужденный на 9,5 лет за убийство Арзу Имраншоев умер в стенах колонии строгого режима. По словам матери, она была незадолго до этого на свидании с сыном и была поражена. До тюрьмы Арзу весил 117 килограммов, к моменту свидания – 65. Тогда сын сказал Бибигуль, что больше ей не придется ездить к нему на свидание. По этическим соображениям и не можем показать большую часть фотографий, представленных на суд. Пытались, издевались, вешали на эту решетку, на стаканчик, в голом виде, как Иисуса. Там есть показания. Они сейчас друг на друга валят. Как будто этот убил, я не убивал, этот держал, кто ногу, кто руку держал. На скамье подсудимых 13 человек. Это заместитель начальника колонии К-159-25, оперуполномоченные, контролюры и солдаты-контрактники, которые охраняют осужденных. За решеткой шестеро остальные под подпиской о невыезде. Сегодня они дают показания в суде. Подтверждают, что осужденного в день смерти действительно избивали по приказу начальника. Я направился вниз, в банопрочный комплекс, захожу туда, и манжер также лежит на полу, на ручниках, на животе. Верхняя роба была, в нижнем, он был в нижнем биле. И стоял запах. Его, этот, Жанкулов поливал водой, мыл. Самого УРЗУ характеризуют как злостного нарушителя режима, который не подчинялся требованиям администрации. По словам сотрудников, он нападал на одного из них, пинал и кусал. Я подошел к стаканчику, я уже лежал на полу, его уже сняли, лежал на полу, без признаков жизни. Потом развинулся, я пошел быстро в режимный корпус, готовить спецсообщение. Подсудимые просят не показывать их лиц и не называть фамилий. И родственники забитого насмерть Имраншоева, и адвокаты потерпевших уверены, что среди подсудимых нет главного виновника, руководителя колонии Улана Кусаинова. Данное учреждение является строгого типа, и отношения между подчиненными в приказном порядке определяются. То есть, если ты являешься подчиненным, то ты обязан выполнять приказы. А чей был приказ? Мы считаем, что все-таки это был первый руководитель данного учреждения. Он отдавал такой приказ на незаконные действия. Все вот эти сотрудники являются, положительно характеризуются по работе. Все они молодые ребята, у всех есть семьи. То есть, делать из них каких-то фашистов, применявших пытки, это тоже неразумно. Заседание выездного военного суда началось больше полутора месяцев назад, еще 27 мая. Первоначально судья предполагал, что завершит рассмотрение в течение недели-двух. Но сейчас выясняется, что процесс может затянуться еще на месяц.